привет всем вы на канале позитивный огород совсем уже скоро у нас наступит апрель месяц сейчас у нас конец марта и сделаю такой небольшой обзор рассады земляника вот уже достаточно так хорошо подросла ведь те которые центральные кустики это у нас любаша а по краям другой какой-то сорт ну то немножко похоже растет особенно хорошо выросла та клубника земляника которая вот растет от этих кассетах она прям прям быстро растет очень и сейчас она тоже всегда практически прикрыта сверху вот этого тепличкой остаются конечно не какой-то именно проход для воздуха так вот немножко сверху она накрыта и наверное из-за этого тоже она вот как бы получше растет гелиотроп был перевален то есть перенес он перевалку обычную совершенно вся вот эта емкость которой он рос ну просто пришлось его пересадить в такой большой контейнер из-под торта такой прям большущий поэтому земли здесь входит достаточно большое количество и несмотря на то что рассады гелиотропа здесь много вот видите прямо очень много но вот он расти должен принципе хорошо так как питание ему будет хватать ну такой вот уже сейчас вырос мохнатый такой очень даже симпатичный гелиотроп поэтому должно быть и раннее цветение петуния вот так вот растет было десять гранул взошло наверно восемь вот три получше как бы растут а остальные какие-то совсем такие никчемные поэтому принципе трех петуния это будет даже и достаточно здесь еще какой-то цветок растет я не помню название какое-то сложное такое тоже вот так вот несколько штук сегодня взошло тоже вот так вот растет здесь у нас остатки земляники это из своих семян ты наш тоже такая достаточно хорошая здесь ту которую мы перья валивали такие вот большие стаканы есть две штуки растут гелиотроп и там остатки дельфиниума тоже принципе такой-то дельфиниум растет и гелиотроп здесь вот у нас такое прибавление лапа у нас принесла вот такого котику поэтому сейчас она занята не ходит по каким подоконникам не лезет в рассаду в общем целыми днями только своим котенком сидит ему счет только неделька там еще совсем маленький дала по вот такая вот счастливая мамаша ну и самое большое такое скопление рассады это на южном окне вот этом столе который мы представили как но такая вот рассада вообще все здесь растет что только можно земляника вот это вот еще не переваленная то есть ее надо тоже переваливать они кустики уже выросли вот такие достаточно хорошие и корни тоже просто замечательный надо будет ее пересаживать но пока вот пока пускай еще растет здесь может быть тут на днях надо будет ей заняться и пересадить остальная земляничка тоже достаточно так хорошо растет на солнышке вот здесь вот такой вот контейнеры их не вытаскиваю вот такой кустик принципе прошлом году в мае месяце высаживали ну примерно где-то вот такой даже может быть чуть чуть побольше поэтому то что даже такой вот размер это уже хорошо потому что еще целый апрель месяц и даже наверное половину мая ей расти то есть она успеет нарастить и сердечко и сами кустики подрастут поэтому в принципе нормальный такой размер рассады вот это из своих семян как-то на плохо росла но здесь на солнышке начала как-то немножко подрастать и здесь у нас перец перец это пришлось пересевать потому что мавр из магазинных семян вообще не взошел пришлось сеять свои не в принципе вот он взошел достаточно хороший такой перец успеет он вырасти ничего страшного там баклажаны баклажан тоже в этом году старые семена они уже плохо всходят поэтому то андрюша четыре штуки зашло две багиры он там две вот у окошка совсем небольшие этот белые два баклажана и все в принципе вот такой вот такой вот рассадник баклажанов в принципе этого тоже достаточно как было меньше посадишь и лучше будет куст и даже больше урожай баклажанов именно здесь у нас распекированный перец буквально только вчера его рассадили по вот таким 200 миллилитровым стаканчиком здесь и желтый перец и красный перец достаточно тоже вот так он неплохо растет а сейчас солнышко у нас будет гораздо больше в марте совсем было мало солнечных дней потому что в теплице снег который накидывали он еще даже не особо то и хочет таять еще до конца он даже не растаял а раньше в это время уже был гораздо теплее поэтому весна в этом году не солнечная и рассаду конечно она немножко будет отставать но может быть даже в апреле все и догонит томатики тоже растут такой подрастают немножко они вытягиваются но так как принципе все вот эти крупноплодные сорта томатов которые высокорослые имеют такую привычку вытягиваться но это тоже ничего страшного так как будем затем их пересаживать соответственно немножко можно будет их заглубить и томаты очень хорошо наращивают корневую систему и в принципе такое небольшое вытягивание это совершенно им ну как бы не повредит можно с этим легко справиться ну тоже вот некоторые томаты лучше зашли какие-то семена которые постареют они уже все хуже всходит и принципе надо от них отказываться уже надо будет либо новые какие-то покупать либо уже сортов свои семена собирать ну и здесь везде земляника та которая была рассада поменьше которая поменьше она и растет соответственно немножко потише но ничего страшного еще весь апрель она успеет как бы вырасти потому что смотрите даже под этому небольшому ящичку можно прыгать просмотреть что-то который был крупнее вот самым первым зашел этот кустик земляники потом зашел вот этот а средств соответственно потом все вот эти остальные и вот такой вот у них разнообраз по размеру то есть на кто раньше зашел тот лучше растет кто позже он немножко отстает но наверное даже он может быть и догонит стома начали вот закладывать первые бутоны может быть даже зацветут будет очень интересно конечно такая вот и устома это у нас та которая зимовала такая вот вытянулась одна и вторая были не подстрижены а затем начали отрастать новые побеги и вот такая вот зеленая березка покажу к марту месяцу такая вот красота становится просто просто зелень только солнышко больше весна приходит и березка вот такая вот становится супер зеленая такая прямо красота но это мы назовем ее березка не знаю как она называется может какое-то другое название но так вот она красивая прям такая пышная большущие растение пальмочка есть такая у нас растет и покажу вот этот прошлогодний черенок гелиотропа вот он такой вот черенок то есть это тот который у нас с прошлого сезона гелиотроп всю зиму на рос на подоконнике и к весне вот соответственно он преобразился вот так вот даже может быть он самым первым и зацветет то есть гелиотроп он совершенно спокойно может расти и в комнатных условиях конечно тяжеловато ему расти без подсветки но в принципе мне кажется он сможет и так расти потому что достаточно он живучий и стебелек вот этот сейчас его поставлю такой прям как одревесневший прям древесина как будто бы очень крепкий на самом деле поэтому можно даже выращивать наверное как комнатное растение такой гелиотроп посмотрим может быть он зацветет прямо у нас соответственно в доме ну а так вот здесь вот получается такое вот количество рассады достаточно прям большое в этом году если бы пересаживали соответственно томаты и перцы сразу большие вот эти стаканчики просто места бы не хватило поэтому приходится пока такие 200 миллилитровые пересаживать рассаду томатов также будет пересажена потом уже когда у нас соответственно в апреле земляника вся рассада она переедет в теплицу соответственно томатом перцем будет раздолье пока вот так вот и здесь вот на окошке тоже немножко земляники то которая была перевалена вот такие вот кассеты тоже как стаканчики кассеты а здесь вот это та которая зимовала земляника обычная мелкоплодная такая она пушистая такой куст шикарный просто очень красивая и вот такая вот в этом году рассада лука паре и очень плохо он взошел семена уже наверное таки старый хотя прошлом году на 2 соответственно во второй раз сеяли с пакетикой и семена очень хорошо всходили а вот эти вот совсем совсем какие-то плохие но в принципе так как у нас зимует лук парей надеюсь он перезимует все-таки то нам этого будет даже и достаточно здесь вот еще растет дельфиниум не очень он тоже растет так хорошо потому что в этом году в марте все-таки не так много солнечных дней у нас больше именно пасмурной погоды поэтому и дельфиниум соответственно немножко похуже и растет но так как у дельфиниума не вытягивается вот это вот центральная часть то есть стебель у него не вытягивается то как только мы пересадим в теплицу он у нас будет очень хорошо расти то есть этот цветок соответственно принципе даже вот так он вытянули семью так листья этого ничего страшного потому что главное самое что сердечко этот центральный как так скажем откуда все листочки растут на здесь ничего не вытягивается и он в теплице будет очень хорошо расти лучок весь подстрижен буквально таки вчера тоже его подстригли и сразу он хоть поднялся так как а вот эти вот перья они уже подросли и он начал укладываться ну вот после подстрижки сразу вот так вот весь поднялся и в принципе сейчас должен хорошо начать расти именно сразу после подстрижки он значительно должен увеличиться в размерах но посмотрим в прошлом году как-то лук тоже немножко получше рост но ничего страшного как бы год на год не приходится так в принципе тоже очень хороший лук а перышки у лука подстригаем примерно где-то на одну треть то есть две третьи оставляем одну третью сверху мы их застригаем но земляника который растет на этом подоконнике перевалена была она такие вот кустики так как здесь температура поменьше то есть здесь у нас получается западный подоконник и солнце соответственно здесь меньше и не так жарко то она соответственно не вытягивается достаточно хорошо так здесь стоит растет и уже начинают расти новые листочки поэтому принципе такая вот рассада в этом году это из своих семян такие вот кустики земляники на некоторых начали где-то я посмотрю где-то же был усик наверное может быть не здесь где-то несколько усиков обрывали потому что усы сейчас обрывать нужно даже если они вот вырастают сразу их надо обрывать здесь пока не видно на этих нет усов потому что чтобы главное у нас росло вот этот центральное сердечко и новые листочки во все усики все это убираем поэтому такой получился обзорчик рассады и всего остального но всем тем кому наше видео понравилось подписывайтесь на наш канал делитесь этим видео с друзьями заходите к нам почаще в гости всем пока пока теплой вам весны и всего самого-самого наилучшего